Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим микроматч, сыгранный в 2023 году в турнире на Гамблере. Играли вице-чемпион мира, международный гроссмейстер Евгений Кондраченко из Белоруссии и сильный мастер из города Санкт-Петербург Дмитрий Бочкарев. В первой партии Дмитрий играл белыми. Соперникам выпала следующая жеребьевка дебюта CD4, HG5, GF4, GH4, FG5, DC5. Обязательные ходы. На самом деле позиция у белых довольно-таки неприятная. В этом дебюте надо за белых очень грамотно обороняться. Теперь в этой позиции, конечно, правильно играть GH6. Другие ходы ведут к большому преимуществу черных. Например, плохо играть BC3 из-за нападения GH6 и приходится меняться AB2. Бой-бой, бой на D4. Затем черная игра от GH3. Например, как было в партии Мартынов-Таштемиров из чемпионата СССР 1089 года. И у белых, несмотря на центр, проблемы. То есть, видите, застряла шашка А1. Кроме того, сильно ослаблен правый фланг. Явное преимущество у черных. Также в этой позиции плохо играть за белых DC3. Тогда черные снова нападают GH6. И белым надо меняться. Вот таким образом. Назад. Теперь белые проводят наш любимый размен. Тройной одеколон. Но у черных здесь также огромное преимущество. Рассмотрим партию Валюк-Михальченко из чемпионата Беларуси 2020 года. На штабе 4 белые хотят разменяться. Черные этому препятствуют. FG7. B5. ED6. Белые подтягивают отсталую шашку. Играют HG3. Черные играют BC5. И грозят выиграть шашку. Поэтому приходится играть GH4. Теперь черные заплатывают пункт F4. Ставят так называемый кол. Ну и белым рано или поздно надо менять. Лучше, конечно, его разменять пораньше. Да. DE3. Черные вытягивают отсталую шашку. А7. Играют АB6. Белые развивают сильный левый фланг. BC3. BC5. Белые в этой позиции напалятся. D4. И черные здесь победили. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти комбинацию за черных. Игорь Михальченко в этой позиции сыграл GH6. Белые побили. Затем DE7. Пропуская белых дамки. И ED6. Черные ловят дамку. Позиция кажется ничейной. То есть вроде бы у черных ослаблен очень сильно левый фланг. Но на самом деле это выигрыш черных. Здесь есть два плана игры. HG5 и AB6. Как было в партии. Если играть HG5. Напрашивающийся ход. То черные побеждают таким образом. Ставят дамку на Е1. И стоит угроза занять большую дорогу. Поэтому белым приходится играть AB2. Теперь уже белые грозят поймать дамку черных. Тогда черные нападают с поля H4. Приходится уходить на бортик. Затем занимают пункт F6. Обрезая две шашки белых по большой дороге. И затем скромно играют DC5. И белым остается только сдаться. В партии Андрей Валюк поэтому сыграл AB6. Но Игорь Михальченко красиво выиграл. Он поставил дамку на C1. Приходится играть Bc7. И пожертвовал еще одну шашку. CD2. Белые побили. Затем черные нападают dc3. То есть грозят побить шашку E5. И просто обрезать три шашки белых. По большой дороге. Даже без шашки B8 это будет выигрыш. Поэтому приходится отходить. Тогда черные снова нападают. Ну и белым приходится жертвовать шашку D6. Черные бьют до конца на F8. Ну и здесь все сводится в пользу черных. Например GF2 как было в партии. Черные загнали белых на бортик. Затем обрезали две шашки по тройнику. Ну и после хода AB4 Bc7 Андрей Валюк сдался. Красивый шлиф от чемпиона мира Игоря Михальченко. Вернемся в партии. Бочкарев-Кондраченко. Дмитрий в этой позиции сыграл G6. Наиболее точное продолжение. Черные играют cd6. В партии Дмитрий сыграл bc3. Во второй партии в этой позиции Евгений Кондраченко сыграл hg3. Тут можно играть и bc3 и hg3. Рассмотрим возможное продолжение. Далее в партии Евгений Кондраченко разменялся b5 назад. И получил позицию похуже. Но он пытался запутать своего соперника. Но обычно в этой позиции всегда черные играли d5. Какая идея здесь? Белые меняются fg3. И черные проводят вот такой разменный вариант. f4, жертвуют шашку и затем отыгрывают ее b5. Выбивают шашку g1 и бьют назад. В этой позиции, конечно, у черных позиция приятнее. Преимущество у них. Но при правильной игре здесь белые уравнивают позицию. Например, ab4. Здесь правильно играть за черных ab6. Рассмотрим вот этот вариант на примере партии Михальченко-Валюк из чемпионата Беларуси 2020 года. Допустим, ab2, cd6. Наиболее точное продолжение за черных. И на ход ed4 черные меняются d5, развивая свой сильный левый план. Видите, у них застряла шашка h8. Теперь белые играют d3 и на ход hg7 нападают. Черным надо закрываться gf6. И белые снова нападают bc5. Здесь черным надо проводить такой разменный вариант. Иначе у них плохо. bc5, fg3 и fe5. У белых лишняя шашка, но черные грозят пройти в дамки. Поэтому шашку надо возвращать. Ну и после хода cd2 возникает равная позиция. То есть плохо играть cd4 из-за b3. И dc3, и оппозиция будет в пользу белых. Черные проиграют. Поэтому черные сыграли dc7. Белые играют b3. Надо играть cb6, единственный ход. Ну и далее партия быстро завершилась ничьей. f6, cd2, fg7, cd4. Черные пытаются провести вторую шашку в дамке. Но белые благоразумно меняют дамку на шашку. Ну и партия быстро завершается ничьей. Но этой позиции черные, конечно, победить не могут. И соперники заключили перемирие. Теперь рассмотрим шлиф международного гроссмейстера, чемпиона мира, неоднократного чемпиона России Владимира Егорова. Его партии против сильного мастера из Оренбургской области Андрея Кригера. Значит, Андрей Кригер в этой позиции сыграл ed6. Белые играют ed4. Теперь черные сыграли ab6. Белые играют ab2. В этой позиции черным пора уже было заметить, что у них застряла шашка h8. И срочно меняться de5, уравнивая позицию. Ну и в принципе, здесь примерно равная позиция создается. Но черные ошиблись. Они сыграли gf6. Это серьезная неточность. После нее позиция черных висит на грани поражения. Белые четко играют b3. Грозит bc5. Теперь у черных есть два ответа. В партии они окончательно ошиблись. Сыграли de5 и проиграли. Рассмотрим партию. Здесь белые форсиранно побеждают. Можете поставить видео на паузу. И попытаться самостоятельно найти выигрыш за белых. Он довольно-таки поучительный. Нападаем bc5. Надо отходить. Нападаем еще раз cd6. Надо снова отходить. Теперь проводим тройной одеколон. de7 и de3. У черных очень ослаблен левый фланг. И это является причиной их поражения. Надо играть de7. Тогда белые играют dc5. Ну и здесь возможны два варианта. Если играть b7, то белые просто играют gf6. Ну и допустим на cd6 отходят. Надо меняться. Белые играют fe5. И неизбежен прорыв по центру. Белые здесь побеждают. Можете убедиться в этом самостоятельно. Поэтому в партии Андрей Кригер сыграл более логично. cd6. Белые ставят так называемую присоску. Или как я ее называю пиявку. gf6. Черные бьют на поле b4. Еще надеюсь на ничей. Ведь дамка белых тут же ловится. Но эта позиция выиграна за белых. Смотрите. hg3. cd6. gf4. Здесь у черных есть два ответа. Либо dc5, как было в партии. Либо bc3. bc3 красиво проигрывает из-за удара. Играем fg5. Ну и на единственный ход dc5 проводим небольшую комбинацию. cb2. Часто очень игроки не замечают подобные удары. Особенно в цейтноте. Но тем не менее, запомните, этот прием носит большое практическое значение в игре. Поэтому Андрей Кригер в этой позиции вместо bc3 сыграл dc5. Ну и все равно белые побеждают f5. Снова нельзя играть bc3 за удар от cb2 и f6. Приходится играть b3. Ну и после хода ef6 Андрей Кригер сдался. Продолжим анализ. Допустим, cd4 и f7. Здесь есть два хода. Если черные играют dc3, просто ставим дамку на d8. Ну и здесь все сводится в пользу белых. Видите, столбняк по большой дороге. Такая симпатичная вещь. Если же в этой позиции черные вместо dc3 играют de3, тогда белые играют на d8, ставят дамку. И стоит угроза hg7. Трамплин. Черным приходится отдавать шашку. Ну и здесь все сводится к так называемой проводке шашки c1. Это выигранное окончание. Я подробненько его разбирал. Кто не знает, как тут выигрывать, ссылку, подсказку оставлю в верхнем правом углу. Учитесь. Так, рассмотрели шлиф международного гроссмейстера, чемпиона мира, Владимира Егорова. Теперь вернемся к партии Бочкарев-Кондраченко. В этой позиции черные вместо хода de5 напрашивающегося разменялись назад, пытаясь запутать белых. Но Дмитрий был на высоте. Он играет cb4. Евгений развивает свой сильный левый фланг. Белые также развивают свой сильный левый фланг. Черные меняются назад. И белые ставят так называемый птичок. Здесь уже видно, что у черных начались проблемы. Застряла шашка h8. Для достижения ничьи им надо играть предельно точно. Кроме того, друзья, запомните, что сочетание шашек c5 и h6 за белых и, соответственно, f4 и a3, если за черных, очень хорошее. То есть, видите, вот эти шашки очень сильно стесняют позицию соперника. И дают преимущество. Далее в партии было fe5 hg3, gf6. Белые играют b3. Чтобы на ход cd6 можно было закрыться и преимущество у белых сохраняется. Черные играют bc7. Грозят напасть cb6. Белые не препятствуют этому. То есть, на cb6 уже последует размен d3. И преимущество у белых остается. Поэтому Евгений вываливается в центр. ef4. Белые нападают fe3. Ну и черным надо отыгрывать шашку, иначе они проиграют. cb6. Единственный ход. В этой позиции белые сыграли b5. Белые сыграли b5. Преимущество сохраняется у белых. Черные сопротивляются как могут. dc7. gf2. de5. de3. Белые грозят выиграть шашку. Надо отходить. Белые нападают. Снова грозят выиграть шашку. Снова надо отходить. И здесь белые разменялись. Евгений Кондорченко напал. И вот здесь Дмитрий Бочкарев ошибся. Допустил серьезную неточность. Правильно, конечно, в этой позиции было играть fg3. И здесь у белых огромное преимущество. ab6. Единственный ход. Тогда cb4. hg7 уже проигрывает. Это уже 0. То есть, ну просто сыграем b5. Затем ed2. И выиграем. За счет связки. Поэтому черным надо играть ed4. Это единственный ход. Тогда заходим в люпки. Ну и в этой позиции кажется, что ничья неизбежна. На самом деле у белых здесь огромное преимущество. Я, например, нашел такую красивую ловушку. С помощью компьютерной программы Tosha. gf4. И вот здесь напрашивающийся ход. fe5 практически проигрывает партию. Смотрите. Очень красивый прием. Белые играют дамкой на f4. Малозаметный ход. То есть, хотелось напасть с поля a7. И грозят отъесть шашку c5. Вроде бы надо отходить cb4. А здесь белые форсировано побеждают. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти выигрыш за белых. Но это поистине гроссмейстерское окончание. Такой этюдный выигрыш. Смотрите. Нападаем с поля f6. Ну и надо отходить b3. Теперь делаем труднонаходимый ход. ed2. Вообще ход не просится. Но на самом деле выигрывает только он. Теперь у белых есть два продолжения. Но если они играют дамкой по большой дороге. Неважно куда. Допустим, аb2. Белые проводят комбинацию. Смотрите. d7. Затем gf6. И вот здесь важно не жадничать. Побить дамкой именно на поле b4. И затем выигрываем с помощью оппозиции. Оппозиция это противостояние белых и черных шашек. Ход черных. Поэтому белые побеждают. Так. Если в этой позиции черные не играют дамкой. И играют шашкой. Тогда белые также побеждают. d3. Ну и когда черные ставят дамку. Просто меняемся. Бьем дамкой обратно на поле d6. Ну и комбинация неизбежна. На любой ход. Допустим, аb2. Проводим удар. d7. И gf6. И белые побеждают. Вот такая красивая ловушка была в запасе у белых. Честно говоря, если посмотреть так на партию. Понимаешь, что позиция черных очень плохая. То есть в этой позиции у белых огромное преимущество. Черные на грани поражения. Но в партии Дмитрий допустил неточность. Все-таки играли с контролем 1 плюс 1. Это считается пуля. И поэтому неточность его простительна. Вот этот план cfg3 поднять очень тяжело. В супер блице в пуле. То есть белые пожертвовали шашку. И грозят пройти в дамки. Здесь белые сыграли еда 2. И черные решили отбросить шашку белых. И пойти в дамки. Здесь приходится нападать. d e3 и здесь уже преимущество у черных. Дмитрий демонстрирует, как правильно уравнивать подобные позиции. a b6, c b2, b7. Черные проводят первую дамку. Белые также ставят дамку. Угрозит e d4, поэтому черные отдают шашку. И хотят провести вторую дамку. То есть, далее в партии было fg3. Белые строят петли. Черные проводят вторую дамку. Так, прошу прощения. Вот, белые построили петли. Здесь черные сыграли e d6 и хотят провести третью дамку. Если они это сделают, то позиция белых станет проигранной. Но Дмитрий четко защищается. gh2, c5, hg1. Черные перевели дамку вниз, чтобы нельзя было их поймать. Но белые здесь нашли четкий план уравнения. f e5 приходится бить на g7. И gf6. И партия закончилась ничьей. Теперь рассмотрим вторую партию. Белыми уже играл Евгений Кондраченко. Снова вот этот дебют обязательный. Снова у черных преимущество. Правильно, играть gh6 Евгений так и сыграл. Здесь на ход cd6 Евгений сыграл hg3. Теперь у черных есть два плана игры. Вообще, хочется за черных напасть d e5. И после bc3 у черных будет огромное преимущество. Позиция белых будет на грани поражения. Правильно, конечно, в этой позиции играть gh2. Единственный ход, по сути. Ну и после размена хочется показать красивую ловушку из партии Андреев Артюхин. Из чемпионата России 2015 года. bc3. На самом деле, позиция белых не хуже. Она равная. То есть у белых вроде бы отсталая шашка h2. Но у черных, видите, шашка h8 застряла. Шашка h7 застряла. Поэтому позиция примерно равная. Здесь даже черным надо играть аккуратно. В партии, допустим, было bc7. Белые напали. Черным надо закрываться. cd4 совсем плохо. И белые напали еще раз. Черные меняются. И вот здесь надо было все-таки побить назад. С примерно равной игрой. Черные переоценили свою позицию, думая, что у них лучше. И побили вперед. Далее было ab2, gf6, bc3, b5, cd2, ab6. Белым надо меняться. Единственный ход. Ну и черные нападают. Полагая, что выигрывают шашку вместе с ней и партию. Но тем не менее, это не так. Белые жертвуют шашку и играют просто fg3. И выясняется, что у черных застряла шашка b6. Разменов нет. Кроме того, застряла шашка h8. То есть, несмотря на лишнюю шашку, позиция, опять же, примерно равная. Далее в партии было hg7, gh4. Черные разменялись. И белые играют ef2. Играя на отсталую шашку g7. Допустим, bc7, dc3. И вот здесь черным уже было пора меняться. ed4. Ну и допустим, hg5, dc3. fg3. Еще раз меняться. Вот таким образом. Ну и постепенно достигать ничьей. Хотя тут тоже еще есть ловушки. Допустим, можно сыграть вот таким образом. И непонятно, как играть за черных. А хотя ничья есть. b3 и на нападение надо отдать две шашки. Вот так. Да, и это ничья. Вот только сейчас заметил этот вариант. Ну, видимо, черные не заметили в партии вот этого разменного варианта. И подумали, что надо жертвовать шашку. То есть в партии они отдали шашку и сыграли ef4. Но здесь уже у черных большие проблемы. Белая игра cd4. И у черных есть два варианта. fe3 и fg3. Подумайте, как бы вы сыграли. Один ход ведет к ничьей, а второй уже окончательно проигрывает. В партии черная ошиблась. Сыграли fe3. На самом деле этот ход, конечно, напрашивается. То есть после fg3 играем ed2. И у нас две возможности для постановки в дамке. Но, тем не менее, как это часто бывает, инстинктивный ход ведет к поражению. Белая игра от ab4. И выясняется, что черным некуда ставить дамку. Если поставить дамку на c1, то она ловится после gf4. А если поставить дамку на e1, то просто сыграли b5 и снова нет хода ed2 из-за gf4. В партии черная сыграли cd6. Отдали еще две шашки. Ну и быстро проиграли. Допустим, ed2, d5. Ну и на dc1 белые провели несложную комбинацию. f6, gf6, gf4. И симпатично победили. Вот это партия Дмитрия Андреева. Поэтому в партии Евгений... Прошу прощения, Дмитрий Бочкарев вместо d5 сыграл fe5. Более логичный ход. Белая игра bc3. Ну, размен 2 на 2 пассивный. У белых будет очень плохая позиция. Поэтому, конечно, надо играть bc3. Если играть, как говорится, с прицелом на победу. Черные меняются cd4 по центру. Ну и стоят хорошо. Позиция у них приятная. hg7, d3, ab6, ab4. Точный ход. То есть, видите, не давая bc5 из-за ed4, и белые побеждают. Приходится играть gf6. Тогда белые перехватывают инициативу и играют cb2. Здесь позиция белых уже стала приятнее. Ну, b5 или bc5, тут на самом деле без разницы. Лучше, наверное, b5, да. И вот здесь у черных есть ловушка. Если, допустим, сыграть ed4, в партии было b3. Но если сыграть ed4, то черные играют dc7. И напрашивающиеся размены fe3 здесь проигрывают. Черные неожиданно играют ef4, и белым некуда бить. То есть, если побить сюда, то будет комбинация ef6. И черные прорываются в дамки с победой. Если же побить в эту сторону, тогда черные также побеждают за счет связки левого фланга белых. То есть, играют cb6, ну и на ход b3 фиксируют выигрыш ходом b7. Белым некуда ходить, и остается только сдаться. Такой симпатичный вариант. Евгений, конечно, все это быстро увидел. И в партии сыграл b3. Наиболее точный ход. Далее в партии было dc7, ed4, cb6. Здесь у белых есть два атакующих плана игры. Значит, в партии Евгений сыграл fe3, но можно было сыграть и ed2. После ed2 черных спасает лишь комбинация. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Все остальное плохо. Правильно играть в этой позиции fg7. Затем fg5. Черные пропускают две дамки белых, но затем одну из дамок вверх. И добиваются ничьей. То есть грозит просто gf4 с ничьей. Эта позиция равная. Поэтому в партии Евгений сыграл fe3. Так, еще продолжает борьбу. То есть он знает, что Дмитрий тактик. Он все эти комбинации, скорее всего, найдет. И поэтому играет позиционно давит. Дмитрий играет не менее точно b7. Значит, у белых, опять же, есть два плана игры. В партии Евгений сыграл gf2, но был возможен интересный план игры gh4. Вот этого Евгений не видел, вот этих планов, потому что он мне показывал возможные варианты после партии. Здесь черные жертвуют шашку. И меняются bc5. И кажется, что позиция белых проигранная. На самом деле, у белых здесь есть ловушка прикольная. Смотрите. gf2, ab6, fe3, b5, ed4, cb6. Кажется, что белым, несмотря на лишнюю шашку, остается только сдаться. Тем не менее, это не так. У белых здесь даже шансы на выигрыш. Смотрите. d5, неожиданный ход. И правильно, конечно, здесь побить на поле b2. Достигая ничей. Ну, просто разменялись gf6. Ну, и здесь все форсировано приходит ничейным вариантом. Подождали, допустим. Ну, и на ef4 разменялись. И здесь пора думать о заключении перемирия. Если же в этой позиции черные после жертвы d5 побьют на поле f4, напрашивающийся ход, то они даже проигрывают. Смотрите. Вот в этом вся соль ловушки. На ed6 играем ef4. Допустим, bc5 или fe5. Тут уже без разницы. Нападаем. Надо отходить. И белые жертвуют шашку. И играют hg5. Здесь уже, несмотря на лишнюю шашку, у черных проигрыш. Прикольная позиция. То есть приходится возвращать лишнюю шашку. Тогда белые ставят дамку на b8. Ну, и грозит gf6. Черным остается только сдаться. Какие интересные варианты я нашел с помощью тоши. Партии в этой позиции, вместо gh4, белые сыграли gf2. Ну и партия здесь быстро завершается ничьей. bc5 надо бить назад. Белые играют ed4. Ну и на ход cb6. Здесь опять же было два варианта. Если играть, допустим, fe3, позиция черных выглядит подозрительной, но их спасает жертва. То есть они меняются bc5. И на ход gh4 снова проходит вот эта жертва. ef4, fe5. Здесь уже белым надо играть точно. b5. Черные играют cb4. Ну и у них еще окончание будет более приятное. Ну, конечно, оно ничейное. Не победить черным. Партия Евгений. Поэтому после хода cb6 провел комбинацию. gf4 и b5. Достигая ничьей. Здесь у черных еще есть последняя ловушка. Пусть им b5 поставили дамку. Можно напасть. Ну и белым приходится отдавать шашку. Пусть им играть b5 и ab4. ab4 и b5 с ничьей. Естественно, отходить нельзя, потому что черные пожертвуют шашку и выиграют за счет запирания, так называемого. Туалет, короче. Это по-русски. Ну, конечно, и международные гроссмейстеры в такие ловушки не попадаются. И партия быстро завершается ничьей. Черные сыграли на c7. Белая игра dc5. Последний точный ход. То есть не давая выиграть эту шашку. Ну и на ход cb6 просто закрываются. Черные здесь разменялись. Ну и обе стороны проходят дамки. Партия завершается ничьей. Вот такие красивые комбинационные варианты встретились. В партиях двух сильных игроков. Евгения Кондраченко и Дмитрия Бочкарева. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать мое творчество. Лукасом и подпиской. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной тостках. Субтитры создавал DimaTorzok